Сегодня тема нашего семинара это расчет продаж по городам или регионам, ну и самое главное не только конечно посчитать, посчитать мы это можем с вами достаточно несложно, ну и как предоставить эти данные на картах и здесь мы задействуем две программы это microsoft excel и microsoft визио. Инструменты которые мы будем использовать в лучшей степени как бы они интересны нам в 2013 версии, что касается визио то начиная где-то с 2010. Несколько слов обо мне, меня зовут Ольга Кулешова, я являюсь преподавателем по офисным продуктам microsoft, в большей степени по excel, в свое время окончила НГТУ имени Баумана и с тех пор работаю в центре специалист. За это время было проведено много различных обучений, ну и являюсь также автором курсов и пособий, которые находятся на ресурсах Microsoft. Мой также блог мир excel.ru, ну и информацию любую как обо мне, так и обо всех наших курсах вы всегда можете увидеть на нашем сайте специалист.ру. Ну и как всегда сразу скажу, что наш семинар записывается, поэтому по завершению и небольшой обработке он будет также выложен и доступен для просмотра. Итак, что мы с вами сегодня будем затрагивать? В программе excel мы посмотрим такие возможности, как PowerView и PowerMap. Эти возможности в большей степени годятся для 2013 версии, потому что инструмент PowerView, он действительно только начиная с 2013 версии. PowerMap это когда-то был GeoFlow, но теперь он уже недоступен для скачивания, поэтому теперь у нас есть PowerMap и который также годится для работы с 2013 версии. И также мы рассмотрим инструмент, который позволит нам визуализировать, например, данные в Microsoft Visio. Ну, здесь достаточно будет иметь 2010 или 2013 версию, там на эту тему отличий никаких не будет. Ну, сперва начнем с программы Excel. Ну, если говорить с точки зрения исходных данных, то они у нас с вами могут быть абсолютно любыми. Что я имею в виду? Это могут быть обычные таблицы, в которых встречаются многократные повторения. Это могут быть уже, например, построены любыми инструментами, будь то там консолидациями, формулами, функциями. Так или иначе, например, первая самая простая табличка, которую вы сейчас видите, в ней просто перечислено название стран и, к примеру, объем продаж неких товаров, ну, то есть чего угодно. Это не столь важно в рамках отображения наших сейчас данных на карте. Инструмент PowerView, который у нас появился в 2013 версии, он позволяет нам с вами анализировать данные, которые находятся, и идеальный вариант в таблицах Excel. Плюс какой? По мере изменения данных, по мере добавления новых столбцов, строчек, мы с вами эту информацию сразу уже сможем увидеть в отчете. Поэтому на начальном этапе я эту простую обычную таблицу или в терминалах Excel обычный диапазон преобразуя в таблицу Excel. Как и всегда, команда простая. При наличии курсора в любой ячейке таблицы на вкладке «Главное» выбираю форматировать как таблицу и какой-либо вариант. Ну, здесь я всегда говорю о том, что лучше брать варианты, где поменьше всяких заливок, потому что любая заливка – это при больших таблицах увеличение размера файла. То есть беру простенький вариант. Так как курсор был внутри, то он выделил всю таблицу. Ну, и здесь нужно обращать внимание на то, что таблица вместе с заголовками. Потому что если в таблице будет содержаться, к примеру, только текстовая информация, то по умолчанию он может не воспринимать вашу первую строку как заголовок. Так. Если вдруг кому-то не хватает порой там вертикальных, то на вкладочке «Конструктор», которая появляется при работе с таблицами, вы можете поставить следующие столбцы. И для удобства работы дело все в том, что такие названия, как таблица 1, таблица 2, они не очень наглядные, и может сейчас случиться так, что у нас структура таблиц одинаковая, и тогда не совсем будет понятно, к каким данным мы с вами обращаемся. Поэтому тогда на вкладке «Конструктор» имеет смысл дать имя таблицы. Ну, например, я ее назову «Продажа по странам». Но напомню, что в этом случае мы не имеем с вами возможности писать с пробелами. Это можно слить, но можно для удобства какие-то слова, начиная с заголовок. Тут и все как всегда. Теперь как мы начинаем строить отчет PowerView. В принципе, у меня может быть одна таблица, у меня может быть несколько таблиц. Он по умолчанию подхватит сразу все таблицы Excel. Или, например, сейчас она у меня одна, я могу прямо в ней находиться. И так как я хочу построить новый объект, отсюда и команда. В меню вкладка «Вставка» и в группе «Отчеты» в 2013 версии мы видим команду PowerView. Вообще, когда мы запускаем PowerView в первый раз, то у нас, вы видите, появляется сообщение о том, что для того, чтобы использовать эту возможность, нужно включить PowerView. Ну, дело все в том, что это можно включить заранее в надстройках. На всякий случай покажу, где это. Или вот когда мы первый раз запускаем, он или она была отключена, он все равно предлагает ее включить. Ну, соответственно говоря, включить. Дело все в том, что PowerView – это лист особый. Этот лист нельзя копировать. Не в рамках, как бы, внутри одного файла нельзя копировать и в рамках нескольких файлов. То есть этот лист имеет какой-то определенный размер. Его нельзя ни увеличить, ни уменьшить. Так. И вот он по умолчанию создал мне лист, который называется PowerView 1. Ну, естественно, переименовать вы его можете, как и любой другой. Эти команды абсолютно стандартные. Просто вот он особой структуры. Еще обычно, если на компьютере, на котором вы работаете, не было установлено приложение Server Lite от Microsoft, то в этом случае у вас прям сверху появится сообщение о том, что необходимо установить Server Lite. Вы соглашаетесь. Вас перенаправляют на страничку, где этот дистрибутив. Вы даете добро на установку. И по завершению там появится сообщение, которое будет предлагать его перезапустить, обновить. Это просто обновит построение этого отчета, чтобы можно было дальше уже какую-либо наглядность отображать. Ну, и вы видите, что сейчас он взял и сделал что? В моем отчете просто разместил данные, по сути дела, всю мою ту исходную таблицу. Ну, единственное, чего у меня не было в исходной таблице, это строки TOGO. Он по умолчанию ее тоже добавил. Так вот, в таком виде, собственно говоря, зачем мне строить? Я это могу легко наблюдать и просто глядя в табличку Excel. А вот дальше могут быть разные ситуации. Если мне нужно оставить эту табличку и рядом, например, построить в привязке к географии, то я могу поступить как? Либо начать новую строить, либо здесь таблицу можно копировать. Если мне не нужна эта табличная форма, то я могу ее сразу представить в каком-то другом представлении. Ну, а прежде чем я представлю, я на всякий случай покажу, где еще включается настройка PowerView. То есть, как и любые надстройки, она, если что, включается в файл... Ага, параметры. У меня сейчас недоступно. Так. Значит, файл параметры, потому что я была на листе PowerView. И здесь мы выбираем надстройки. Внизу в группе управления по умолчанию у нас всегда написаны настройки Excel. Это если вы планируете подключить поиск решения, пакет анализа, такие вещи. Но нам нужно развернуть этот список и выбрать настройки КОМ. Нажав на кнопку «Перейти», мы будем наблюдать те, скажем так, стандартные компоненты, которые закачиваются при установке программы, и плюс дополнительные. Ну вот здесь из дополнительных – это PowerMap, который мы тоже сегодня будем с вами рассматривать. Ну и вопросы, связанные с TeamFoundation. Так вот, если у нас PowerMap подключен, будет здесь галочка «Осоцентствовать», то при запуске он будет каждый раз у вас спрашивать и предлагать включить. Если вдруг он это не сделал по каким-то причинам, то просто необходимо самим прийти и поставить галочку «PowerView». Кто, если работает с моделями в рамках 10-й или 13-й версии Excel, то у вас здесь обычно еще включены и данные PowerPivot. Дело все в том, что модели у нас могут быть 10-й и 13-й версии, и по их данным тоже прекрасно строятся отчеты. То есть для отчета PowerView ваши данные могут быть – это просто таблица Excel или данные, которые располагаются в модели PowerPivot, куда вы можете загрузить огромные диапазоны исходных данных из других источников по размерам, превышающие размер листа. При необходимости между таблицами вы можете установить связи и, соответственно, спокойненько брать и обрабатывать. Вот такая возможность начинается с 2010-й версии. Вернусь на мой лист PowerView для того, чтобы построить отчет. Я оставлю просто для наглядности пока числовые значения в табличном виде. Ну и чтобы второй раз ее не строить, я ее просто скопирую. Для этого я в любом месте этой таблицы в контекстном меню выбираю команду «Копировать» и в свободном месте говорю «Вставить». Но сейчас эти две таблицы как сиамские близнецы. И вот уже в одной из этих таблиц я сделаю преобразование. Ну, например, в правой. То есть у меня выделена табличка. Контур как бы так немножечко подсвечивается. И на вкладке «Конструирование» она появляется, когда у нас есть объект в отчете PowerView. В группе «Представление переключателя» я выберу карту. Здесь вы видите, вверху приходит предупреждение о конфиденциальности. То, что эти данные для того, чтобы их отображать, они передаются в службу ПИНК. Ну, здесь, если вы хотите их действительно видеть, другого выбора, кроме как включить содержимое, у вас и не будет. И тогда обратите внимание, названия наших стран, они написаны у нас по-русски, могут быть и на латинице, то есть это для него не проблема. Так же, как если вдруг какие-то точки на карте определенные, ну, скажем так, не имеющие там стандартные названия, то тогда, если вы присмотрите в списке полей PowerView, есть такое поле, как долгота и широта. То есть вам тогда нужно, ну, посредством карт, там, неважно, в Google или еще где, снять эти координаты долготы и широты, создать там табличку, да, в которой у вас будут эти координаты, например, вместо названия страны там или еще что-то. И тогда, расположив одно в долготу другую широту, он спокойно на карте сможет вам отобразить. Ну, здесь вы видите, у нас в основном европейская вся часть, и встречается Россия. Вы видите, он на странах как делает? Он ставит точки, ну, где-то там посередине, да, не в столицах как бы, а в середине географической этой области. Ну, как несложно догадаться, сам по себе кружок, чем больше он, да, тем, соответственно, больше значений в нашей исходной таблице. Здесь вы можете крутить, да, если вам не обязательно там просматривать, можете приближать, да, то есть, когда вы приближаете, у вас появляется больше деталей на карте, то есть, вплоть до, там, столиц, да. Ну, и на самом деле, если даже дальше приближать, то, конечно, до уровня домов вы не приблизите, но, тем не менее, до уровня, во многих случаях бывает там даже улиц, можно такую детализацию получить. То есть, в целом, она у нас с вами как бы присутствует. Значит, что здесь вы можете делать? Ну, эта табличка пока первая, наш отчет, поэтому здесь вы видите у нас сегодня буквально название страны и объем продаж, поэтому, по сути дела, задача была какая? Показать применительно к карте, да, где, например, больше объема продажи, где меньше. То есть, например, я прекрасно вижу, что, например, там, во Франции достаточно продаж, да, там, где-то, например, в Беларуси их мало, там, в Англии, в Великобритании, там, ну, среднее какое-то количество и так далее. При этом, когда мы с вами подводим, он, конечно же, показывает нам значение. Что здесь еще у вас можно? В принципе, каждый сектор, он работает как фильтр. То есть, если, например, я щелкну в какой-то сектор, ну, допустим, Словакия, то в результате мы наблюдаем, что остальные данные несколько меркнут на нашей карте и остается в табличке, да, они же связаны как бы друг с другом, данные только по Словакии. Однако, если, например, я захочу выбрать несколько стран, то я, конечно, могу щелкать по карте с нажатой, будь то клавишей Shift или клавишей Enter. Если я захочу вернуть все обратно, то можно по-любому из выбранных кружочков щелкнуть, да, элементу на карте, и тогда у нас фильтрация сразу снимается. Либо, возможно, еще и следующее. Вот у нашего отчета PowerView есть часть, скажем так, полотно рабочее, и есть справа еще область фильтра. Если даже вы ее случайно или не случайно закрыли, то вернуть ее можно как? Один из вариантов – просто щелкнуть в свободном месте вашего отчета и правой кнопочкой мыши выбрать. Список полей у вас здесь всегда есть и скрыть область фильтров. Ну, название хоть и звучит «Скрыть», но тем не менее «Скрыть», «Отображить» она отрабатывает. Либо на вкладочке PowerView у вас тоже есть команда, соответственно, «Список полей» и «Область фильтров». Ну, список полей он аналогичен нашему списку полей сводных табличек, поэтому здесь все аналогичные команды. Так вот, здесь тогда я открываю свою табличку «Продажи по странам», и, например, я могу это поле «Страна» взять и перетащить в области фильтры. И тогда здесь, вы видите, я могу просто уже осуществлять обычный множественный выбор, и в зависимости от того, какие страны я буду выбирать, он сразу будет масштабировать и ориентироваться на эту область карты, что тоже во многих случаях может быть очень неплохо. Ну, справа вот эти единички – это, по сути дела, сколько было значений в исходной таблице, то есть, другим словом, количество записей. То есть, если у нас были многократные повторения, ну, вскоре мы тоже это что-нибудь увидим, то здесь было бы сказано, сколько раз было упоминание про каждую из этих стран в нашей исходной таблице. Если, например, вы поставили там какое-то количество условий, нужно быстро снять, то, конечно, можно выбрать «Все», или здесь также сверху всегда есть ластик «Очистить фильтр», и тогда он сразу показывает вам абсолютно все позиции, что так, что так, в этом случае будет одинаково. Ну, и когда особенно огромные списки, то здесь удобно воспользоваться поиском, то есть вы начинаете там писать, и тогда, соответственно, вам сразу быстренько отображают по контексту, как при обычном фильтре. И, например, вы взяли там и выбрали, и вам сразу показали. Так, поэтому варианты есть, и в случае, например, с объемом продаж, то есть числовыми данными, здесь у нас тоже, либо он будет вам показывать разные варианты, либо вот с числами, например, вы можете даже вот, используя бегуночки, поставить границы от какого до какого значения вас интересуют данные. Если бегунком не очень удобно, надо как-то поточнее, то вверху есть кнопочка, которая позволяет переключать режимы фильтра. То есть если вы видите режим фильтра по списку, и тогда здесь просто появляется значение, если еще раз нажать, то это будет режим так называемого расширенного фильтра. И здесь, например, я могу поставить, что меня, например, интересует там больше или равно, ну, к примеру, 250 тысяч, и, например, меньше или равно, допустим, там 350 тысяч. И когда я нажму применить фильтр, то в результате остаются только как бы те страны, которые будут в этом диапазоне. То есть, в принципе, это обычные условия фильтрации. Только здесь я для чисел не смогу поставить никакие фильтры. Это будет, ну, как бы неудобно. А здесь уже, пожалуйста, через эту область делается достаточно просто. Ну, изначально они все одного цвета, и здесь, к сожалению, особого разнообразия вы привнести не сможете. Что в целом возможно? Возможно, например, следующее. Если вы хотите, чтобы они отображались какого-то определенного цвета, то единственное, чем вы здесь можете повлиять, это темами. То есть, на вкладочке Power View у вас есть кнопка темы, раскрыв которую можно выбирать. Ну, и практически, если смотреть первый цвет, который у вас есть в столце, тот как раз и готов вам показывать абсолютно тем цветом, который вы хотели бы. С точки зрения карты, максимум, что вы можете сделать, это на вкладочке макет можно убрать этот заголовок, если вам не нравится, что написано «Объемы продаж на страна». Да, как-то немножко корявенько. Если все-таки вы хотите какой-то заголовок, то здесь его обычно создают, используя обычную надпись. То есть вы идете на вкладочку Power View, и в группе «Вставка» выбираете обычное текстовое поле. Текстовое поле придет в каком-то произвольном месте, и вы просто вводите обычный текст. Не знаю, там, допустим, представление отчета по странам. Изначально он происходит, этот текст, в каком-то определенном местечке. Дальше, меняя линейные размеры, и перетаскивая, вы его можете разместить где хотите. В случае, когда вы работаете с текстом в надписи, у вас будут доступны и небольшие возможности по изменению шрифта. Ну а так, в принципе, это вот именно через темы. Размер текста в целом пропорционально, масштабирование идет в процентном виде. То есть если вы видите, что данные там в табличке мелковаты, вы можете просто масштаб, и вы видите, сразу все у вас увеличилось. Если, наоборот, не хватает места, тогда можно поставить 75%, и оно будет как бы меньше. Ну и как вариант, можно поставить какой-то фон. Если вы хотите, он изначально какого-то цвета, но, например, когда вы меняете темы, фон тоже немножечко так же, как и отображение данных на графике, может, соответственно, меняться. Поэтому в зависимости от того, какие данные вы хотите видеть, вы можете здесь это как бы менять. Ну, это первый простой вариант, когда у меня табличка состояла буквально только из тех данных, ну, то есть уже подготовленный какой-то вариант, который я хотела бы анализировать. А теперь, например, будет такая ситуация. Вот у меня есть табличка, называется «Источник поставщики», и есть табличка «Источник страны». То есть что здесь? Например, на листе таблички «Источник поставки» у меня рассказывается о том, какое наименование, какого производителя, сколько этого было, дата поставки, но она сейчас здесь в числовом формате. И дальше у меня есть «Источник страны», где для каждого производителя прописанность какой-то страны. То есть, например, нет необходимости нам с вами добавлять этот столбец, особенно когда данных много, это происходит значительное увеличение источника. Тогда что мы делаем? Мы, опять же, для удобства работы каждую из этих таблиц преобразуем в таблицу «Эксель». То есть я одну отформатирую в табличку «Эксель» и, соответственно, вторую. Чтобы потом распознать, кто из них… Вот здесь, видите, все текстовое, да, поэтому я говорила, когда текстовое, может не распознать сам заголовочек, да, поэтому нам нужно на это обращать внимание и ставить галочку в таблице «Заголовок». Чтобы потом мне понимать, кто такая таблица 2, таблица 3, да, я ее и переименую. Первую свою большую назову, что это у меня будет, ну, я кратенько, бытовая техника, бытовая. А вторую, где у меня источник страны, я так и назову просто страны. Мы с вами в «Экселе». Здесь информация хранится в плоских табличках. Эти таблички между собой у нас никак не связаны. Если даже мы с вами выполняем подстановку, например, той же самой функции «ВПР», здесь это можно было сделать по производителю, то мы с вами не делаем, по сути дела, никакой связи, мы просто решаем задачу, когда у нас есть критерии в одной таблице и в другой, мы можем как бы свести в одну. Но если у вас 2013 версия, и вы хотите построить, то вы можете связи сразу создать, используя возможность самой программы. Ну, буду находиться на листе поставки или БТ, красненькое мое название таблички, и буду опять строить отчет PowerView. Для этого я опять иду на вкладочку «Вставка» и выбираю PowerView. Так как он видит, что уже лист PowerView был создан, вы видите, он готов что сделать? Либо создать новый, ну, как бы независимый от того отчет, либо он предлагает добавить эти данные в отчет, который мы строили до этого. Ну, там и так достаточно тесно было, поэтому мы будем строить на новом листе, так как и тематика у нас, собственно говоря, новая. Ну, изначально он расположил какие-то поля. Меня, например, все это не устраивает. Я могу просто взять и брать всю эту информацию. Что я, например, хочу сейчас сделать? Например, сперва я хочу также показать, что у нас там происходит в каждой стране. Например, каковы были продажи. Либо в плане количества, либо, например, ну, допустим, еще интереснее стоимость партии. Тогда информация про страйк по стране у меня хранится исключительно только в этой табличке страны. Я выбираю страну. То есть, когда еще ничего нет, я выбираю поле, оно автоматически внизу попадает в список полей и формируется в список всех тех стран, в данном случае, которые хоть раз бы встречались в источнике. И теперь возвращаюсь в список PowerView к табличке БТ. Здесь программа, что нам умеет показывать. Обычные текстовые поля, даты, она показывает просто название. Если это числовые значения, то она сразу перед ними рисует такой значочек сигма, ну, как сумма. Если у вас будут данные по модели PowerPivot, то здесь в качестве значка слева будет, ну, прям, значочек калькулятора, намекающий на то, что это вычисляемое поле. Так вот, я беру, например, стоимость партии. Так как эти таблички между собой не связаны, то здесь программа сразу нам пишет, что, возможно, потребуется, ну, как бы, создать связи. Если я этого не сделаю, то, обратите внимание, я получаю значение, которое самое общего итога абсолютно в каждом, в каждой стране, в каждой записи. Это, конечно же, неправильно. Поэтому я нажимаю кнопку создания. И вот здесь неплохо, если вы знаете основы создания, например, связи один ко многим, будь то в Аксессии или в каких-либо других программах. Чтобы связать две таблицы, у нас должно быть следующее. В какой-то одной из этих двух таблиц должен быть обязательно список значений без повторений. Ну, а в другой табличке эти же значения уже могут многократно повторяться. Если у нас окажется, что есть две таблицы, но у них нет поля, по которому их можно связать, то тогда этот вопрос, конечно, не решится. Он не решится у вас непосредственно функцией, не тем более при создании связи. Ну, с нижней строчки легче выбирать. То есть здесь у нас фигурируют две таблицы. И в каждой из них нужно будет выбрать тот столбец, по которому происходит связь. Почему с нижней легче, например? Здесь есть такое понятие, как связанный столбец с первичным ключом. Ну, первичный ключ в понятиях базы данных – это термин, который означает, что у вас есть поле, по которому значение однозначно определяет каждую запись. То есть каждое значение, оно уникальное и не может повторяться. Впрочем, как и значение должно быть обязательно, то есть первичный ключ не может быть пустым. Соответственно, у меня производитель в табличке «Бытовая техника» многократно встречается, а производитель уже в табличке «Страны» встречается единожды. Поэтому там, где связанная таблица, я выбираю таблицу «Страны». И связанный столбец – это будет у меня производитель. Страну я не могу взять, потому что у меня страна всего лишь присутствует только в одной таблице. Здесь всегда берется поле, которое встречается и в одной, и в другой таблице. Соответственно, вторая таблица – это уже моя бытовая техника «БТ». И здесь он уже сам автоматически увидел такие же данные и поставил производитель. Ну и вы видите, он так и дает подсказки, что связи позволяют выводить данные из разных таблиц в один отчет. Выполняю «Ок». И тогда вы видите, уже суммы автоматически у нас пересчитались. Общий итог, естественно, остался тем же самым. Но теперь уже каждая страна получила ровно те данные, которые были в исходе нашей таблички. То есть первый отчет я строила, у меня были просто данные. Теперь он уже сам их также сложил. Ну, принцип по умолчанию такой же, как и в сводных табличках. Однако, если нужна какая-то другая операция, то именно в списке полей PowerView, где ваше поле, вы можете открыть и выбрать одну из этих агрегатных функций. То есть здесь вы видите, есть такая еще неплохая операция, порог бывает нужна, которая называется не просто количество непустых значений, а количество различных. То есть, например, вы можете решить, какие задачи. Сколько у вас, например, уникальных клиентов в том или ином стране или в том или ином городе. Ну или если не привязки к городам, регионам, то абсолютно по любому критерию. Ну и, к примеру, я также оставлю эту табличку пока в обычном виде, скопирую ее. И если я сейчас эту преобразованную вторую табличку сделаю в виде карты, то программа теперь тоже прекрасно поймет, где у меня там, соответственно, Германия, Голландия, Франция, Япония. Но так как в этом случае между ними достаточно приличное расстояние, то все равно хорошо видно, что вот Корея такая скромная на фоне всех остальных. Так, да? То есть, я могу посчитать, опять же, русские названия стран. То есть, не надо ничего такого сверхоригинального делать и получить этот результат. А теперь, например, что я еще могу сделать в привязке к картам? Иногда бывает, они так далеко друг от друга находятся, что даже, что называется, карту так не развернешь. И тогда здесь есть такое понятие, как множители. Они бывают как вертикальными, так и горизонтальными. Ну, на самом деле, множители – это достаточно просто. Например, я возьму и поле производитель, перетащу сейчас, ну, пусть будут вертикальные множители. И тогда смотрите. У меня там какое-то количество производителей. Что он сразу делает? Ну, по умолчанию он их сейчас поставил там по три. А реально он мне показывает, вот мой производитель Бошик, который находится в Германии. И он сразу в секторе Германии рисует мне, ну, как бы их долю. Вот я вижу Голдика, она у меня в Корее, поэтому я вижу такой достаточно скромный сектор. Вот это количество, сколько у вас множителей, вы можете настраивать. Где? На вкладочке «Макет» у вас есть такое понятие, как высота сетки и, соответственно, ширина сетки. Если вы хотите там шире-уже, то вы можете сказать, что, например, там ширина, может быть, я хочу по четыре. И тогда он, вы видите, их сделает по четыре. Потом я могу сказать, может быть, высоту хочу три. И тогда, вы видите, их почти у нас двенадцать, одного не хватает, одиннадцать. И он сразу нам быстро показывает, где эта часть. Ну, где-то европейская, где-то, соответственно, уже дальше. Если, например, здесь у нас еще есть такое понятие, как цвет, например, цвет, я могу отправить на именование. И тогда уже в каждой точке, в зависимости от того, с какими наименованиями они у нас связаны, он показывает их теми цветами, которые отобразил неподалеку в легенде. То есть, например, я вижу, что печи СВЧ, есть у них нескольких производителей, и все они больше находятся в Японии и, соответственно, в Корее. А остальные больше сосредоточены в европейской части. И также это работает, легенда, как фильтр. То есть, я могу легко выбрать, ну, предположим, миксер. И в результате что мы видим? Я вижу эти доли миксеров, да, где они там есть. Ну, вот единственное, в наших корейских странах, корейско-японских, как-то вот печи СВЧ в этом случае не стало такой подавленной, да, цветом. А так вот реально, захотела посмотреть там весы, тогда в этом случае весы, они зеленого цвета, они встречаются буквально у Тефальки, да, и мы видим, где они во Франции и в Голландии. Тогда, соответственно, у Филипки, у Тефальки мы их видим. Но здесь, правда, вот видите, например, на мой взгляд, должно отрабатываться более красиво, в каком плане все остальные становятся совсем прозрачными, да, потому что раз они не годятся, и оставаться только яркие сектора. Но здесь вот, например, бошка меня может смущать, как будто у него есть такой сектор. На самом деле у него его нет, да. Если вы будете прям по элементу щелкать, да, тогда он вам просто покажет, где вы щелкнули связанные таблички, какое там значение. Хотя сами значения, когда вы подводите указатель мыши, он вам подсказочку дает. Если, например, что-то мелковато, здесь есть вверху кнопочка увеличить, такая стрелочка вверх, и тогда вы можете спокойненько сделать несколько покрупнее. Но крупнее, чем как бы у вас окно, вы уже сделать не сможете. Поэтому если надо еще покрупнее, то здесь стоит только что сделать. Скрывать ленту, да, чтобы область становилась шире. Ну, если даже скрыть фильтры, то чуть-чуть это тоже может дать нам прирост в размерах. Поэтому мы можем просто отображать точки, да. Мы можем отображать точки, например, если я уберу производители, то тогда у нас с вами просто на карте у каждого, у каждой страны будет сформирован продажа в виде круговой диаграммы, где каждая доля, если по ней смотреть будет, соответственно, показано, где что и как. Здесь, к сожалению, единственное, что мы особо с вами не можем сделать, это вот метки данных, они единственное бывают какие. Они здесь не сильно настраиваемые. Это он просто подпишет, кто из них кто. Но не то, что он прям вот хотел бы нам с вами подписать доли, хотя было бы неплохо. Фон карты. Ну, здесь несколько вариантов. Обычный может быть фон дорожной карты, тогда у вас отличается, где вода, где не вода. Дальше вы видите, у вас может быть фон в оттенках серого, да, также дорожная. И, соответственно, может быть вид со спутника. Ну, здесь иногда тяжеловато читать, потому что границ очень много, они так достаточно яркие. И тоже может быть вид со спутника, но в серых тонах. Поэтому варианты выбора есть. То есть, какой вам вариант больше нравится, в какой вы можете задействовать. Поэтому здесь мы можем отображать данные как из одной таблицы, да, также мы можем их и связать. Это могут быть уже подготовленные данные, то есть просуммированные. Или, например, просто обычные таблицы, которые уже в самом отчете будут выполнять вычисления и отображать, соответственно, по ним данные на нашей карте. Условное обозначение – это просто буквально другими словами легенда. То есть, где она находится там сверху, слева, справа. То есть, такой вот вариантик. Если вдруг у вас не окажется подключения к интернету, то отображение данных на карте не состоится, потому что он обращается к Bing, да, и исходя из этого только их отображает. Поэтому нет интернета, карта остается без каких-либо элементов. Так, да. Ну, по поводу Крым в составе России считает – нет. Что касается выйти на создание связей, то здесь ситуация такова. Вы когда, ну, я сейчас покажу, но у меня уже связь есть, да, вы когда, например, выбираете одно поле, ну, из какой-то одной таблицы, например, да, и потом выбираете поле из другой таблицы, то здесь у вас автоматически появляется окошко, которое предлагает создать связи. То есть, если он увидит, что связи никогда не создавались, да, то он их предлагает создать. Если вы уже создали связи и хотите посмотреть, какие они, или изменить, да, или вот вы не заметили это окошко, случайно закрыли, то на вкладке Power View у вас в группе данных есть команда связи. И здесь просто в текстовом как бы виде у вас будет сказано, вот моя связь активная, да, и производитель из таблицы бытовая техника связывается с производителем из таблички страны. Если я хочу что-то изменить, то, естественно, я выделяю нужное, ну, их может быть здесь и несколько, и говорю изменить. И я тогда возвращаюсь в это окошко. А так, когда вы выбираете поля из несвязанных табличек, а на начальном этапе, если вы ничего не делали, они у вас будут не связаны, то у вас сразу в списке полей, привлекающие внимание, на желтом фоне появляется сообщение. Ну, собственно говоря, больше такой географической привязки особо сильного не сделайте, но, говорю, если вам нужна прям какая-то детальность, да, или вот точки он не находит, тогда вот нужно будет создавать в исходной табличке столбец там широта-долгота, да, и исходя из этого уже иметь возможность попадать ровно там, где нам будет с вами необходимо. Так, это первый вид отчетов, те, которые называются у нас с вами PowerView, да. Ну, вот, например, аналог того, что мы сейчас с вами построили, например, я в качестве картинки хотела вам показать. Теперь второй вид отчетов, который мы посмотрим тоже с привязкой географии, это будет PowerMap. Если PowerView, он уже в 2013 версии входит в состав самого офиса, ну, естественно, если только вы не рассматриваете версию укороченную, типа стартап, то PowerMap в состав Microsoft Office не входит. И его нужно будет дополнительно скачать и установить с официального ресурса Microsoft. То есть вы спокойненько в любом браузере можете написать, что, допустим, PowerMap, да, и вы буквально сразу выйдете на официальную ссылку, скачивается, устанавливается, и после этого тогда вы сможете им воспользоваться. Что за отчеты вы можете построить посредством PowerMap? Ну, вот, смотрите. То, что вы сейчас видите, это так называемый региональный отчет. То есть есть просто карта. Допустим, в данном случае моря показано, ну, все, что с водой связано, голубоватого цвета. Хотя вы видите, Германия с Францией, она тоже в этом случае здесь получилась голубоватого цвета. Страны, как правило, просто там белого. И дальше вы показываете, например, с какими регионами вы работаете, и у вас прям сразу такой областью они окрашиваются. То есть, например, удобно что показать? Что вот есть карта мира, да, с какими странами мы уже взаимодействуем, а с какими еще, например, нет. И, собственно говоря, строить планы на будущее и осваивать те или иные страны. Другой вариант, который возможен, просто несколько представлений может быть. Например, я могу на уровне страны, или вот в данном случае мои круговые диаграммы, они на уровне достаточно приближенных городов по отношению к Москве, например, показывают продажи, там были, допустим, авто частным лицам и компаниям. То есть, есть легенда, которая рассказывает, что зеленый цвет – это продажи, например, авто компаниям, и желтый сектор, который говорит о том, что это продажи непосредственно частным лицам. Опять же, по данным таблицы можно представить визуализацию в виде круговых диаграмм. Но, опять же, вот, к сожалению, доли, сами по себе проценты в этом варианте он подписать не может. Что значит в этом варианте? Дело все в том, что мы с вами используем PowerMap, который мы скачиваем с официального ресурса. Ну, скажем так, это усеченная версия, доступная для использования любого. В платном варианте она уже содержит больше возможностей, но в бесплатном таких возможностей нет. Ну, и, например, еще один из вариантов отображения – это в зависимости от показателя. Непосредственно, допустим, в городах, опять же, в странах вы можете на карте визуализировать посредством гистограмм, например. Гистограммы могут быть обычные, с накоплением, и, опять же, сразу видно, они такие столбики стоят, где у вас больше вы преобладаете, где меньше, где надо еще поднажать, а где уже можно сказать, что вы вышли там на нужный уровень. Когда вы установите саму программу, вот этот дистрибутив PowerMap, то следы о программе PowerMap вы встретите на вкладочке «Вставка», и здесь у вас появится группа PowerMap и кнопочка «Схема». Это как раз и есть вход в PowerMap. Ну, вообще он был когда-то изначально в более простом варианте, потом какое-то количество версий он отсутствовал, и теперь он становится снова с нами. Чтобы строить, у вас опять могут быть это данные таблиц или данные модели PowerPilot. Ну, здесь, например, для построения я взяла табличку, источник для PowerMap, просто чтобы мы могли посмотреть, как можно построить и круговые диаграммы, и разные отображения. Ну, например, на примере городов. И также я покажу, например, первые таблицы, где были страны, как вот сделать эту региональную карту. Ну, просто города, они показаны точками, поэтому он их, естественно, залить никак не может. Ну, сперва я эту табличку тоже преобразую, это у меня уже есть, в табличку Excel. Ну, например, скажу «Вставка таблицы», это второй способ, и назову ее для простоты нашей города. И теперь я начинаю строить отчет PowerMap. Для этого я могу находиться в нужной мне табличке, и иду в «Вставка», «Схема», «Запустить PowerMap». PowerMap – это приложение, которое открывается посредством кнопки, которая у вас находится на вкладочке «Вставка», но при этом запускается отдельное окно, в котором вы можете создавать различные сцены. Ну, вот сейчас он думает немножечко, запускается, и вскоре мы увидим с вами «Глобус». Вот так выглядит у нас окошечко PowerMap. Здесь практически все команды, они у вас на виду. Одна единственная вкладка «Главная», на которой предлагаются различные внешние виды карт, отображение ваших данных, при необходимости, там, возможность добавить каких-то текстовых полей, подпись и так далее. И вот обратите внимание, начинает он предлагать нам создавать слой первый. Ну, и здесь представлены абсолютно все таблицы, которые у нас с вами были. То есть, вот, например, вначале давайте возьму «Продажи по странам». Тогда что я делаю? Вначале вы видите, он говорит, уровень географии и карты. То есть, здесь я, по сути дела, должна выбрать поле, которое позволит мне сделать привязку к географическим объектам. Ну, в моем случае это страна. Ну, и вы видите, справа он предлагает выбрать мне какой-то тип. Здесь вы видите, есть город, да, страна-регион, округ и так далее. Ну, говорю, что это страна-регион. Хотя, в принципе, если я даже это не сделаю, то он тоже определит. И вот обратите внимание, он считал эту информацию и сразу в центре, опять же, каждой страны поставил эти точки, как бы он сделал отметки «Будем работать вот с этими странами». Говорю «Далее». А вот второй шаг. Это, по сути дела, и есть выбор того, что вы хотите отобразить. Ну, например, сейчас я хочу отобразить страну. Ну, тогда вы видите, что он сделал. Он сейчас просто взял и как будто воткнул в карту абсолютно одинаковый год по высоте эти данные. Ну, просто как одна, да, единица. Вариант представления этих данных вы можете менять. Вот буквально здесь у нас пять значков. То есть гистограмма, да, с накоплением, обычная, что сейчас, в общем-то, ничего не изменит. Дальше есть пузырьковые. Вот здесь он просто точками отмечает, что мы здесь есть. Это словно вы взяли карту, магниты, да, и начали расставлять вот эти цветные фишки. Тепловая сейчас тоже никакого эффекта не даст. И вот есть последний значок, называется «Визуализация на региональную карту». И вот здесь тогда вы видите, что он сделал. Он сразу, в зависимости от того, какие у нас есть страны, он на нашем глобусе, да, на нашей карте взял и сразу отметил их все. То есть если вас устраивает один цвет, да, вы можете его так и оставить. Если вы хотите что-то поменять, ну, здесь дальше уже кнопочки «Далее» нет, в этом случае вверху есть третий значок «Параметры», который позволяет сделать нам, например, поменять цвета. То есть если вы не хотите одного цвета, к примеру, вы можете взять и выбрать там на другие цвета. Ну, здесь, как правило, светлые цвета все достаточно плохо смотрятся. То есть, условно, тем они темнее, тем отчасти даже красивше. Можно их сделать, ну, соответственно, более прозрачными, ну, то есть чтобы там видно было, где там может быть рейки. То есть такие варианты и есть. Если я вернусь на предыдущий шаг, где у меня был список полей, то здесь вы видите, есть значение, категория. Вот если, например, я ту же самую страну перетащил в значение, тогда вы видите, в принципе, ничего не меняется. Если я перетащу страну, например, в категорию, то в результате он уже видит, что они разные, и тогда вы видите, он готов их оформить разными цветами, чтобы было видно, где какие страны. Поэтому если вам нужно одним цветом, то достаточно просто выбрать страну и показать региональную карту, то, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы он каждый оформлял своим цветом, тогда вам нужно поле страна разместить в категории. И тогда вот получается у нас, например, такой вариантик. На одной карте вы можете отображать разные параметры. И здесь есть такое понятие, во-первых, в первую очередь, как слои, а затем вы это можете все представить в виде отчета, в каком виде. Например, в виде видеофайла, такой маленький ролик, который пробежит, например, с одного края до другого, или в виде изображения. То есть если, например, представить, что это у меня была бы не презентация для семинара, а, например, просто какая-то произвольная презентация, я создавала бы, и мне понадобился вариант, то я могла что-то сделать. Например, нужно мне показать этот вариантик. Здесь у нас есть на вкладке «Главное захватить экран». И в этом случае он просто у вас, вот этот экран, который вы сейчас видите, он его копирует в буфер, и потом в другой, например, программе вы можете спокойно его вставить. Ну или сохранить в дальнейшем как картинку. Потому что если вы будете просто делать вырезку экрана, ну как многие иногда делают, то в этом случае вам будут мешаться вот эти вот кнопочки плюсы-минусы, стрелочки, а здесь он сразу возьмет, и вы можете работать как с изображением. Ну, например, это мой был первый слой, я просто переименую его и назову, например, что это регионы. А теперь, например, если я хочу добавить второй слой, в этом случае что нужно делать? На нашей единственной вкладке есть команда «Добавить слой». И тогда в этом случае я могу уже начать новую визуализацию. Кстати, если прежняя мне нужна, то зайдя в диспетчер слоев, здесь так с топочками они схематично изображены, я могу, например, регионы сейчас отключить, чтобы они мне не мешались. И уже пойду работать, соответственно, со вторым слоем. Что мне здесь нужно? Ну, мне, во-первых, нужно у него выбрать географическую привязку. Тогда я говорю о чем? Например, я хочу теперь отобразить наши там продажи, которые по городам. То есть я тогда географическую привязку беру «Город» и указываю, что это «Да, действительно город». Он считал, вы видите, опять. И вот в данном случае оранжевыми квадратиками отобразил мне привязки к этим городам. Говорю «Дали». Опять же, если какие-то неточности, то придется переходить на широту и долготу. Теперь уже в каком виде, какие параметры я хочу отображать. Ну, к примеру, есть общий параметр продана авто, а есть, например, частные лица и компания. Я хочу и частные лица, и компания. И тогда вы видите, что сейчас по умолчанию, так как выбрана была первая картинка, он строит мне гистограмму с накоплением. Можно выбрать просто гистограмму с группировкой. Тогда рядышком легенда еще автоматически появляется. Я могу их отобразить. Дальше вы можете карту просто даже рукой двигать или используя все эти кнопочки, чтобы настроить там нужные повороты для отображения данных. Если вы не хотите их видеть в виде гистограммы, можно посмотреть и представить их в пузырьковом виде. Ну, сейчас вы видите, очень большой стоит масштаб, поэтому они, можно сказать, друг друга затмили. Но это все настраивается. Можно также посмотреть визуализацию тепловой карты. И тогда в зависимости от количества, а легенду какой цвет, как бы от какого до какого идет, нам предоставляется, он показывает, где, получается, у нас наибольшие продажи, да, там где наименьшие. Ну, я, например, верну обратно в пузырьковые. Хотя, насколько вы видите, и верну еще проданно автокомпаниям, это не пузырьковая, по сути дела, а круговая диаграмма. И вот теперь, что я могу сделать. Я могу ее настроить. Каким образом? Мне нужно опять перейти в параметры. И здесь в параметрах, если вдруг вам не нравятся цвета, да, то вы видите, вы имеете возможность их, соответственно, там настроить. Один цвет, ну и, к примеру, там, не знаю, другой цвет. И тогда они у вас будут. И вот здесь есть размер. Вы можете размер либо увеличивать, тогда это вообще гигантское становится, да, либо, соответственно, уменьшать. Но также еще, если вам нужно покрупнее, вы можете, соответственно, масштаб самой карты приблизить, да, и тогда уже, собственно говоря, этот масштаб, размер, который был там 100%, он может оказаться достаточно неплохим. Что касается толщины, ну, здесь вы видите, это как бы вот приподнять ваши кружочки, то есть сделать своего рода их объемными. Ну, а прозрачность, это опять немножко задать прозрачность ваших получаемых элементов. Ну, и этот слой я, например, могу назвать, что это, допустим, там, частные, плюс компании, допустим. И также, если я вернусь обратно на вкладочку «Слои», то я могу спокойненько теперь что сделать? Если нужно, отобразить и то, и другое. Ну, тогда вот по мере уменьшения у меня здесь, конечно, круговые диаграммы будут очень специфичными. Однако вам не обязательно прям каждый слой отображать по отдельности. Можно вместе, наоборот. Можно их отображать по отдельности, предоставить это в отчете, например, в видеофайле, который вы спокойно сможете вставить, например, в презентацию PowerPoint и показывать частично, а если надо, будет и в совокупности. Ну, вскоре тоже покажу, как это можно будет сделать. Ну, и, например, еще третий слой создал. Тогда мне снова нужно на вкладочке «Главное» воспользоваться командой «Добавить слой». И также буду строить по этой табличке «Города». Выберу снова «Город». Сделаю привязку к «Городу». Скажу далее. И теперь, например, ну, давайте, чтобы не мешались, я предыдущие слои отключу. И теперь, например, что я выберу. Ну, допустим, «Продано авто». Сколько в совокупности. Тогда, вы видите, растут сразу столбики. Ну, допустим, они меня сейчас и устраивают. Дальше я могу, опять же, там немножко увеличить, уменьшить, да, наклонить. Это все как, в общем-то, и было. И здесь я могу для этих фигур сделать следующее. На вкладочке «Параметры» я могу задать ее толщину. То есть сделать их там более толстыми, например. Ну, высоту он все равно будет менять пропорционально. Вы там можете тоже, если захотите, увеличить или уменьшить. Да, если вам там надо побольше, чтобы они торчали. И изначально они получаются у нас прямоугольниками. Дальше вы можете воспользоваться командой «Фигуры», что на нашей вкладке. И, например, не знаю, представить их в виде треугольничков, кружочков, цилиндрики, симпатичные, ромбики, звездочки. Ну, то есть вот какой-то из вариантов. Ну, мне как-то цилиндрики больше нравятся. Так, то есть, в принципе, у меня теперь есть три слоя. Сам по себе слой. Третий, например, я тоже переименую. Здесь справа есть карандашик. И назову, что это просто продажи. Теперь что я могу делать? Ну, то, что я могу каждый из них по отдельности копировать, это да. Например, чтобы мне понимать, где я сейчас нахожусь, а то какие-то там зоны есть. Конечно, когда я подвожу указатель мыши, я вижу, где. Я могу попросить следующее. Есть команда подписи на карте. И тогда, когда я нажимаю подпись на карте, я уже сразу понимаю, где я нахожусь. Можно сказать плоская карта. И тогда ваша карта будет просто вот как словно лист на столе, на который вы поставили фигурки в соответствии с их значениями. Можно выбирать темы, но тема – это, опять же, внешний вид вашей карты. То есть вы можете ее там цветной сделать, вид со спутника, вариации, цветной – белый. Ну, то есть здесь опять выбор есть. Хотя, если посмотреть тот вариант, который он ставит по умолчанию, он достаточно привлекательный, ну, так, неброский. Так, ну, а теперь что я могу сделать? Я могу настроить какой-то показ. Это называется сценами. Что отображается на сцене, решаю лично я. Ну, например, первую сцену я сделаю, что у меня будет просто вот карта. Он может ее просто показать. А может, например, осуществить какой-то эффект. Как этот эффект поставить? В настроечках, ну, шестеренка, параметры. У вас одна группа отвечает за параметры слоя, ну, другими словами, отображение, да, как выглядит. А другой – за параметры сцены, как двигается. Здесь немного параметров. Вы видите, это длительность сцены, то есть сколько секунд оно идет, сам эффект, сколько там секунд вы его можете увеличивать, например, да, и сами эффекты. Разнообразие невеликое. Ну, например, поставлю там повернуть земной шар. Если вы хотите посмотреть, как это будет выглядеть, то, нажав на кнопку «Воспроизвести обзор», в результате он так неспешненько его, например, повернет. Ну, насколько вы видите, сейчас мы с вами смотрим на плоскую карту, да. Если я уберу плоская карта, то она сразу принимает некую форму. И когда я нажму «Воспроизвести обзор», то вот, ну, в каком месте было, да, тут он не соображает, что надо вообще данные показывать, то он не и покажет. То есть что показывать, мы с вами должны, ну, как бы эту часть, по сути дела, отобразить сами, да, в нужном масштабе. То есть эта программа за нас с вами делать не будет. И тогда, например, у вас будет идти обзор там с одной части, например, там и на другое. Дальше что я могу сделать? Я могу добавить сцену. По умолчанию он ее отображает такую же. И уже для второй сцены, например, сказать, что я хочу показывать не регионы, а, например, вот эти продажи там частных и компаний. Уже поставить здесь какой-то другой масштаб, да, приблизить, отдалить и так далее. И при необходимости также поставить, сколько секунд будет идти эффекта, что будет. Ну, например, тележка. Тележка – это, ну, здесь он сейчас вначале один эффект отыграет, и затем уже проиграет нам тележку. То есть теперь вы видите, он приближается в нашу российскую действительность, и достает сразу легенду и рассказывает, вот, где какие, как бы, ну, так, зрительные анализы, где больше, где меньше. Подписать, в принципе, мы с вами можем. И как вариант я могу еще добавить сцену, да, и, например, отобразить уже только продажи. И, если нужно, также для них, например, поставить какой-то эффект. И тогда он вначале мне покажет мою первую сцену, потом вторую, третью. Ну, и потом, если я хочу, я могу это все, в принципе, и в одном отобразить. То есть получается, как бы, от большего масштаба мы переходим к меньшему. От глобального к локальному. Ну, то есть прорисовка карт согласно тому, что вы задали. Также, вот, если даже вы подводите указатель мыши, вы легко видите, где вы находитесь, какое там значение. Ну, а если я захочу их все вместе, то в результате я могу, что сделать, отобразить все, например, эти варианты. Ну, здесь, конечно, где-то, может быть, что-то будет наглядно. А где-то нет. Это нужно смотреть просто, какая визуализация у вас вообще присутствует. Ну, сами эффекты перехода коллекции ограничены. Сверх такого прямо оригинального ничего не будет, какие-то эффекты. Ну, они последовательно, с теми настройками, которые мы с вами сделали, они у нас и проигрываются. Поэтому как настроите, так и получите. Ну, и в конечном итоге, если, например, мне это нужно вставить, допустим, в презентацию, да, ну, то есть вы настроили эти сцены, а дальше вы просто говорите, что вы хотите создать видео. И в зависимости от того, какое качество видео, ну, я лучше поставлю сейчас быстрый экспорт и мобильные устройства. Если нужно, вы можете записать какой-то звук, хоть там рассказ, хоть просто какой-то фон. Ну, то есть если вы выберете параметр, дальше посредством обзора нужно будет выбрать это. Так, ну, мне звук не нужен, говорю создать. И, например, по умолчанию их называют обзор, ничего страшного. И вы видите формат файла, которым он предлагает создать, это только этот четвертый. Ну, и я ставлю минимальное качество, потому что если поставить большое качество, то процесс, соответственно, будет создание видео достаточно емким. Он, в принципе, сейчас может задуматься на некоторое время по той простой причине, что четыре сцены, да, каждая сцена имеет свою продолжительность, и ему нужно всю эту информацию прогнать, считать и, по сути дела, записать в видео видеофайла. То есть обычный видеофайл, который вы можете просматривать, используя любую программу для просмотра видео этих форматов. Ну, наверное, давайте я тогда сделаю так. Я отменю операцию. Настойчивый человек говорит, давай поработаем. Давайте я сделаю следующее. Я просто удалю, например, пару сцен, чтобы оно покороче получилось. И попрошу его создать видео уже только для этих сцен. Похоже, программа на меня немного обиделась после того, как я вот так. В общем, реально это обычный видеофайл, который позволяет вам работать. Висит немножко. У меня подвес немного PowerMap. Ну, наверное, чтобы не ожидать его выздоровления, я, наверное, тогда его сейчас закрою несколько принудительно. Несколько загадочно выглядит текущий файл. Так, давайте на всех случаях. Я его еще раз пересохраню. Ну, какая-то ошибка произошла, поэтому... Поэтому буду прощаться с программой окончательно. Это, как он называется, амстя программы за то, что я не позволила ему записать видеоролик. Так, ну, в целом, если даже вы будете строить следующий какой-то новый отчет в PowerMap, то в этом случае что от вас потребуется? От вас он будет каждый раз спрашивать, хотите ли вы продолжить его как бы строить, да, с тем, который был, или мы будем создавать новый. Ну, вот видите, он начал как бы создавать, так как я его так принудительно, грубо обрубила, то здесь остался только файл. Конечно, один килобайт ничего мне проиграть не сможет. Ну, и, собственно говоря, третий вид отчетов, который можно сделать с точки зрения географической привязки, это уже не используя программу Excel, а используя программу Vizio. То есть, ну, в Vizio, конечно, привязочка по странам происходит за счет пользователя, по сути дела. То есть делается некая подложка, например, графический файл. Затем на подложку расставляются фигуры, и фигурам мы можем присвоить данные. Исходя, например, из экселевского файла, это могут быть опять просто данные, это может быть отчет сводной таблицы. И дальше мы можем, по сути дела, типа как условное форматирование задать, и сказать, вот мне там нужно, чтобы в зависимости от того, какие показатели в том или ином, там, неважно, округа, регионы, города, чтобы значочек у вас там оформлялся тем или иным цветом. И Vizio умеет легко строить легенду, то есть вы потом легко будете понимать, с чего это вдруг один значок там краснеет, другой зеленеет, ну, а третий там синеет. Так, вот давайте мы сейчас этот момент и построим. То есть здесь у меня, вы видите, просто чтобы руками это все не вносить, в нашем экселевском файле находится простенькая табличка, где буквально заголовочек и какие-то значения. Теперь я экселевский файл закрываю, и мне потребуется программа Vizio. Ну, беру обычную простую блок-схему. Ну, Vizio в большей степени у нас направлено на что? Это построение различных блок-схем, здесь очень много удобных инструментов, и вот такой симпатичной визуализации в привязке к картам. Вы можете подтягивать данные из разных источников, это могут быть и Excel, и Access, и SQL Server, ну, то есть база данных практически любого уровня. Что я делаю? Ну, вначале я сделаю карту как подложку. Дело в том, что удобнее сделать ее как подложку, чтобы тогда, когда я потом хотела работать только с изображениями, сама карта как графическое изображение меня уже не беспокоила. Тогда я эту страничку перевожу в подложку. То есть, если по любой ярлычку я щелкну правую кнопку, там есть параметры страниц. И в свойствах страницы я могу сказать, что это подложка. Ну, даже могу поменять имя, например, и прям назвать подложка. Так, и сюда добавляю картинку. Ну, картинку либо из серии рисуем сами, либо создаем, да, либо находим во многих каталогах. Для тех, кто у меня снова спросит, как там насчет Крыма, у меня, вы видите, эта карта еще без Крыма. Если будет карта с Крымом, то, пожалуйста, будет вам и с Крымом. Так, ну и то есть делаю ее ровно тех размеров, которым она мне нужна. А теперь я просто создаю еще одну страничку. Ну, аналогично, как это делается в ЭЦЕЛИ. Эта страница обычная. Чтобы он понимал, что мне нужна та подложка, я опять захожу в параметры страницы и говорю о том, что у меня не нет подложки, а моя подложка. И тогда, по сути дела, это вот что? Либо вы берете белый лист бумаги, да, либо вы уже берете какую-то бланк-заготовку, на которой у вас может быть уже изображение, таблица, заготовки и так далее. То есть здесь я его возможности не имею ни выделить, ни, соответственно, что-либо изменить. Теперь мне нужно найти какую-нибудь фигуру, связанную, ну, например, с продажами. Я могу воспользоваться поиском и написать, например, слово «продажи». Ну, и вы видите, он мне здесь предлагает какие фигуры. Какой-то человечек, но, наверное, будет мелковат. Или вот, например, есть кнопочка «Маркетинг», да, или вот есть такой замечательный чемодан практически с тиньгами, да, который может нам, наверное… Ну, то есть реально значок может быть любой. Если вы просто хотите отобразить каким-то произвольным своим значком, где у вас есть, например, какое-то влияние, да, то вот вы можете любой графический файл также вставить и расставить на карте самостоятельно. Но если вы в дальнейшем захотите применять к нему различные условные форматирования, то, к сожалению, это будет невозможно. Условное форматирование можно применить только, если вы используете фигуры Visio, ну, потому что они обладают специальным для этого свойствами. Так, расставлять сейчас эту картиночку я не буду, потому что иначе мне придется потом делать двойную работу. Теперь мне нужно подключиться к внешнему источнику, то есть к моему тому файлу Excel. Сделать это вы сможете при условии, что если у вас будет версия программы Visio не стандартная, там есть стандарт, а премиум или расширенная, профессионал, тогда это легко увидеть. Среди названия вкладок у вас третья вкладка данные. Если вкладки данные нет, значит в версии стандарт, которая позволяет в мессе своей строить различные схемы. Ну, и мне нужно, соответственно, создать связь с данными. То есть, говорю, связать данные с фигурами. Выбираю, что мой источник в данном случае это Excel. Далее. И теперь мне нужно открыть мой Excel-файл. То есть, посредством обзора обращаюсь в свою папку и перехожу на следующий шаг. Ну, он, вы видите, выбрал какую-то таблицу. По умолчанию он действует так. Он берет первый листик и говорит, может, подойдет. Ну, естественно, нужно выбирать то, что нам нужно. Поэтому выбираю выбрать настраиваемый диапазон. В этом случае у меня открывает наш файл Excel. И на самом деле, так как курсор находился здесь, он его и предлагал. Ну, чтобы удостовериться, мне-то нужна не эта табличка, а мне нужна табличка «Источник для видео». И я выбираю эту табличку. Если, например, там много строчек, вы можете взять определенные, которые вам только нужны. Окей. Здесь обращаю внимание на то, что если мы берем данные вместе с заголовками, то галочка «Первая строка содержит заголовки столбцов» должна присутствовать. Далее. И здесь вот, что это за шаг. Например, если мы скажем «Выбрать столбцы», то если, например, у вас там их десяток, вы выделяете их все. А потом, чтобы лишние, которые вам абсолютно не нужны, ну, может быть, типа примечаний или еще что-то, вы здесь берете и просто снимаете галочки с них. По соседству, там, где выбрать строки, то здесь, по сути дела, вы видите обычный фильтр, посредством которого вы можете взять и отфильтровать, например, там убрать пустые или наложить какое-то определенное условие. Ну и говорю далее. Теперь тоже. Так же, вот как в случае при создании связи, мне здесь нужно определиться, какое значение за что отвечает. Если вы это строите разово, и у вас потом нет обновлений, то это, в принципе, не критично. Но если в дальнейшем в источнике данные будут меняться, чтобы, приходя сюда, можно было выполнить команду «Обновить», нужно понимать, в какой строчке данных вы обращаетесь. Поэтому здесь обычно должно быть выбрано то поле, которое, опять же, однозначно определяет каждую строчку по таблице, то есть без повторений. Обычно программа анализирует вашу информацию, если она видит, что есть поле, по которому нет повторений, то она так и предлагает рекомендованное. Если такого поля нет, то ставит строки данных, не содержит уникальных идентификаторов, и он просто берет и своего рода, типа как нумерацию для ваших строчек ставит, и понимает, что вы обратились ко второй строчке, к пятой, к десятой, чтобы в дальнейшем можно было их обновлять. Но здесь регионы не повторяются, поэтому с предложенным соглашаюсь. И перехожу на следующий шаг, который просто говорит о том, что импорт завершился, и нажимаю «Готово». В результате в нижней части окна у нас теперь появляются данные из нашей исходной таблицы. Теперь что я могу делать? Ну, конечно, я могу здесь ими просто любоваться, но, наверное, не ради этого мы все затевали. Вот если, например, просто покажу, значок уже был, то вы тогда прям берете эту строчку, на него перетаскиваете. И тогда к этому значку добавляются свойства, и реально, если я увеличу масштаб, здесь прям будет сказано, что это регион центральный, количество контрактов там столько-то. Или, чтобы не делать одну и ту же работу дважды, то здесь можно сделать достаточно просто. Вы выделяете ту фигуру, которую хотели бы отображать, и прям сразу с этой фигуры начинаете разносить. То есть когда вытащите ваш значок, как бы автоматически приходит. Вытащите строчку, а значок приходит. И вы, например, там берете и аккуратненько раскладываете все нужные варианты. Ну, то есть здесь привязкой служки вы, то есть ручками берете и раскладываете на карту. Ну, а дальше что я могу сделать? Может быть, кому-то будет достаточно и так, но мне, например, хочется, чтобы значки как-то отображались иначе. Пока мне это внизу окошечко совсем не нужно, я его отключу. Теперь я выделяю все фигуры. Ну, так как моя подложка является невыделяемым объектом здесь при работе на листе, то я воспользовался обычной командой выделить все, Ctrl-A. И на этой же вкладке данные есть прекрасная команда рисунки, связанные с данными. И я создам свой рисунок, связанный с данными. Ну, что касается слова рисунок, это другими словами отображение, то есть настроить отображение вашего значка. Говорю создать элемент. Ну, так как название, в принципе, оно и так находится в нужной области, оно мне не нужно, то я поставлю отображение только по полю количества контрактов. И вот здесь я могу выбрать отображение разное. Текст – это имеется в виду просто значение. Если я выберу гистограмму, то здесь нам предлагаются различные варианты. Спидометр, ну, то есть в зависимости от значения он будет рисовать стрелочку в том или ином варианте. Там оценка люди, ну, в зависимости от значения количества людей там то больше, то меньше. Могу ставить гистограмму, и тогда он будет показывать, соответственно, в зависимости от значения, где оно больше, где меньше длина будет. Другой вариант, который представление, может быть набор значков. Ну, здесь кто работает в Excel с условноформатированием, тот практически аналогичные значки там встречает, и принцип такой же. Но в Excel у нас нет значков смайликов. Правда, здесь грустный он, как будто не грустный, а с толстыми усами. Вот. То есть вы их тоже можете поставить. Или есть еще и третий вариант. Это непосредственно цвет позначения. Вот цвет позначения вы можете поставить только, если вы используете значки, вот эти картиночки из коллекции Microsoft Video. По умолчанию он предлагает каждый цвет уникальному. Если что касается диапазона значений, то здесь вы уже сами можете задать. Ну, к примеру, чтобы мне сейчас не тратить время на смену исходных значений, я просто, например, поменяю цвета. То есть, например, чем меньше контрактов, тем я буду считать это более печальный показатель красным. Потом немножко вроде как получше. Ну, допустим, не знаю, там голубенький еще стало лучше. Ну, а там, где зелененький, значит, совсем молодцы. Если вдруг вам нужна еще будет строчка, то, пожалуйста, справа есть команда «Вставить». Ну, а если вдруг лишние, например, у вас только три условия, то доступно команду «Удалить». Окей? Ну, и еще раз «Окей». Здесь он спрашивает, хотите ли вы применить созданную настройку к выделенным фигурам, и, конечно, я соглашаюсь. И тогда в результате кто-то пожелтел, кто-то покраснел в дальневосточной. Ну, и центральный, например, у нас по количеству продаж самый высокий контрактов, поэтому значочек получился. Самый зеленый, насыщенный. Правда, сейчас я вижу какие-то цветные чемоданы. О чем говорит каждый цвет, я понятия не имею. И тогда я имею возможность добавить легенду. Ну, на самом деле сейчас нет никакой разницы, по горизонтали она будет или по вертикали, потому что у нас всего лишь один был настраиваемый параметр. И вот тогда я могу, например, сказать по горизонтали. И в этом случае создается легенда, которую вы можете разместить в любом местечке. Ну, внешний вид легенды, он немножко будет зависеть от того, какая цветовая схема используется. Но, в принципе, вот эти фоны и прочее, это все можно перекрасить. То есть в дальнейшем, когда я буду открывать этот файл, он у меня будет спрашивать, хочу ли я обновить, или я могу сама принудительно в любой момент прийти на вкладочку «Данные» и воспользоваться командой «Обновить все», например, и все источники, которые есть, он обновит. Если я хочу обновить что-то конкретное, то выбрав команду «Обновить данные», выбирая конкретную строчку и выбирая только команду «Обновить», я смогу увидеть, что это. Если я забыла, каков мой источник, то выбрав источник и нажав на кнопочку «Настройка», здесь мне четко подскажут. Ну, а если я нажму кнопочку «Изменить источник данных», то, соответственно, я буду видеть это уже, откуда конкретно берется. Или в том числе, в крайней мере, его вообще изменить. Если у вас данные меняются постоянно, ну, типа мониторинга, то можно поставить «Обновлять каждые», указать там хоть 5 минут, и каждые 5 минут, если, например, там на SQL Server или в вашей базе данных данные изменились, то здесь тоже. В самом видео, по принципу, как в PowerPoint, если нажать клавишу F5, это получается полноэкранный показ, и вы можете, ну, как бы, получить такое вот изображение. С точки зрения вставки этой информации в тот же самый PowerPoint, напрямую, так вот просто выделить и вставить вы не сможете, здесь вам потребуется воспользоваться сохранением вашего изображения, например, в формате картинки, то есть графика, допустим, JPEG, PNG, и, исходя из этого, ну, качество тем больше, тем лучше, да, тогда, исходя из этого, ну, у вас будет изображение. То есть если я сейчас открою папку, вот он, документ 1, это обычный графический файл, который я могу в дальнейшем использовать, как любую другую картинку. То есть в Vizio у меня обновляются данные, если мне нужно, я могу этот отчет потом представить в формате, там, PDF, да, или в качестве картинки вставить в любое изображение. Можно их сохранять и в формате веб-страничек, тогда даже у человека, у которого нет Vizio, он сможет просматривать их с какими-то свойствами, настройками, то есть здесь можно создавать многостраничные отчеты, просто где-то схемы, схемы с привязками к вашим данным, то есть вот для этих целей здесь служит вариант. Чтобы прям сразу элементик карты вам менял свой цвет, ну, здесь, если вы найдете такие карты, которые можно, что называется, распротрошить на части, разгруппировать, тогда это будет возможно. А иначе он ее обрабатывает как единый рисунок. Поэтому в зависимости от того, какую цель вы ставите, вы ее, по сути дела, можете достигать одним из трех, получается, в нашем случае инструментов. То есть это PowerView, объемы, то есть значения, исходя из данных таблиц. Таблица одна или также таблицы нескольких, которые вы можете связать, это все в 13-й версии легко вам доступно. PowerMap, который строит тоже либо по данным таблиц, также если они уже связаны, или по данным модели PowerPivot, и отображает в виде региональных, круговых, столбчатых диаграмм. Ну и если ваша задача просто предоставить какую-то графическую картинку посимпатичнее с какими-то оформлениями, то здесь на помощь вам может прийти и Microsoft Visio. То есть, как вы понимаете, как и везде, у каждой программы есть свои какие-то плюсы, у каждой могут найтись какие-то минусы. Ну и здесь нужно будет найти компромисс, и владение разными программами, оно, конечно, делает для пользователя, дает ему больше возможностей. Это вот, собственно говоря, те моменты привязок к картам. Ну, в Visio только мы видели, что привязкой мы с вами сами выступаем, которые я вам хотела рассказать в рамках этого семинара. С точки зрения, где мы это изучаем, ну, если в общем какие-то расчеты, расчеты, графики, это у нас второй и третий Excel, если уже PowerPivot, PowerView, это исключительно бизнес-аналитика, которая имеет отношение к десятой и к тринадцатой версии. Еще лучше, если, конечно, у вас будет тринадцатый, тогда все эти инструменты будут доступны. В десятой версии сам PowerPivot доступен, когда вы можете строить отчеты по данным нескольких таблиц, но, к сожалению, такая вот визуализация посредством PowerView и PowerMap на текущий момент недоступна. Поэтому пока до тринадцатой версии не подниметесь, то, соответственно, не покажет. Ну, а что касается визио, создания различных схем, диаграмм, то здесь десятая и тринадцатая версии, они очень похожи друг на друга и по функциональности практически ничем друг другу не уступают. То есть все эти возможности, их там можно будет легко создавать. На этом я свой рассказ завершаю. Ваши вопросы. Ну, раз вопросов на текущий момент нет, то спасибо всем за внимание и, возможно, до будущих встреч. Следите как за анонсами наших вебинаров, так и наших курсов. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, Жанетта. Затем вы сможете его посмотреть, как я и говорила в записи. Он тоже будет выложен.